Сейчас все объясню. Раз уж мы здесь, друзья, давайте по-новому. Кандидат наук, она же ученица Железова, она же, как я это говорил, красавица, умница и уже даже не студентка. Какая-то кандидат наук, одета по-деревенски, потому что пахать приходится. Сейчас только надо было не убирать эту шелковицу саженец, похвастались бы. Ну ладно, так, получается так, сестрица Ленушка, братец Савадушка, вот, не знаю, почему ты не пошел в садоводы. Ну ничего, мы тебя еще оглоблю-то направим. Итак, смотрите, познавательный фильм очередной. Значит, вот твоя дочка, что делает? Вот та самая ранетка. У меня есть фотография, Ирина Александровна. Кстати, Ирина Александровна, кто не знает, Ирина Александровна Савиничева зовут. Так вот, мы ее обрезали, сделали сильнейшую обрезку, называется она омоложение. Мелкие ветки не отрезали, только вот эти, толстые-толстые. А теперь вспоминаем фотографии, у тебя в руках вот такие ранетки. Снова задичало, прошло 5-6 лет, снова задичало, но я ее использую только как семенной материал. Ну давайте все-таки сорвим, попробуем. Мне всегда нравится на выражение глаз глядеть. Вот. У них вкусно, правда. Хорошая, съедобная. Вот. А представляешь, на молодом дереве какая? Так вот сейчас она собирает. Вот видишь, у меня в караване 150 рублей, тебя ждут, когда закончу сбор. Я всем детям плачу. Раз. Вот. И всегда повод есть. Вот это вот, друзья, близко не показываю, ругается. Татьяна Александровна. Татьяна Александровна Железова, видите? Вот. Очень умная сейчас. Слушай, когда и кто приезжает засаживать себе? Ой, много откуда приезжает. Нет, ближайший. Ближайший Казахстан. А, тот самый Казахстан. Ой. Как он повезет через границу? Нормально. Нормально? Нормально. А, ну да. Это по посту и проверяем. Ладно, это его проблемы. Так, ладно. Итак, начали мы с самого простого. Это супер сорта. Супер, да. Супер сорта мне назовешь. Так. Но на молодом дереве прекрасные плоды, фактически полукультурка. Немножко качнее оно подопадет. Вот. Я хочу на полу собирать. И молодец. Так, идем дальше. Вот это вот сенсация. Ну, сподобилось. Вот видишь, уже сгнили. Да, вон они. Вон они гнилые. Но не забудь про них. Вот она. Вот это вот. Давай пробы. Потому что это еще повезло, что она лисит. Это не просто сорт. Ваня, иди попробуй. Этот сорт уникален. Знаешь почему? Да, попробуй. Лена Александровна. Знаешь почему? Мне его прислал, Царство Небесное, Черенышов Валерий Петрович. Он одновременно, это первый ученый. Вот. Таких всего двое-трое на всей планете. Кто со мной дружил по-настоящему. В 92-м году он мне прислал черенки. У меня было три дерева. Выжило последнее. Фактически, ну, никто же не ошибется, что ты с него сейчас сняла. Может, еще есть? Вон еще одна. Ну-ка, давай. Там еще одна есть помельче. Ну, давай, которая покрупнее. Ох, люблю похвастаться со своими друзьями. Вот. Вот, вот, вот. Теперь можешь кушать. А что на него глядеть? А, вон, дай, дай это. Маш, на, съешь. Ребенку. Пусть привыкает к хорошему. Это ж тебе не отрава с рынка. Сейчас скажет, не вкусная. Куха. А? Куха. Да? Куха, да. Это их не жажон такой. Ладно, смотри сюда. Сколько лет продержалось? С 92-го года по 24-й. Так, 8, 9 и 24. 33 года. Смотрим сюда. Избито морозами дальше некуда. Ну, да. Привал, конечно, на Китайку. Вот. И тем не менее, тем не менее, выжила. И до сих пор в 33-м году дала урожай. Пусть десяток, но дала же. Ну, да. Вот. Вот это и есть уникальная вещь, я тебя хотел познакомить. Почему? Уже 10 лет я с нее веток не беру. И никто не берет. Каждый год я подхожу, показываю очередной десяток крупнейших плодов. Да. Название, знаешь, какое? Черносливовская красавица. Это официальное название. Официальное. Вот. По таким названиям он прислал. Есть приросты. Посмотри. Они уже небольшие. Если бы специальную обрезку сделать, приросты были бы метровые. Ну, вот они. Ну, даже сейчас. Нет. Вот эти можно брать на привык. Смотри. Сантиметров 20. Можно. Можно. Ну, с умелых-то руках. Но. 10 лет пропагандирую. Надо ей замену готовить. Некому. Идем дальше. Так. Ты спросила, что за слива. Дело в том, что... Ой, груша. Дело в том, что уже сколько лет до конца полностью все осмотреть невозможно физически. Сильно большой сорт. Сварог, я думаю. Сварог, ты думаешь? Значит, вспоминаем. Байкова Галёна Николаевна. Да. Ты одна из трех авторов этого сорта. Вчера только видели с ней. Давай так. Значит. Кус не абсолютно сладкий, но я бы хотел все-таки посмотреть сейчас на твою физиономию. Сейчас. Вот, вот, вот из этих вот. Чтобы не земли собирать. Вот из этих. Давай, смотрим. Смотрите, не вкусные. А, мы... Для сибиряков? Ага. Ну. Ну. Нягкий. Нягкий. Так. Дело в том, что, во-первых, все неспелое. Когда пойдет вторая волна урожая, те уже можно кушать. Но главное, у них идеальный почти вкус на молодых деревьях. А плоды, знаешь, какие они такие? В два раза больше. 600 грамм бывает. Вот, ну, познакомил тебя. Значит, чем она хороша? Ее делали для Сибири. Ее делал в институте имени Лисовенко. Вот. А включили в число авторов нашу любимую Бойкову Галину Николаевну. А не в Хабарово вместе? Вот. На втором. И когда она испытала здесь, я нашел таких уже несколько только в хуторе. Ну, покупали где? Ну, да, на сортовый участке. Да, на сортовый участке. Ну, зеленый, ну, что ты хочешь? Я тебе зря дал попробовать. Еще надо недельку. Отбил охоту. И тогда, получается, на молодом дереве, у меня вот через один дом, так, там сосед Царшего Небесного, он угощал плодами 500 грамм. Кусаешь, так и весь в это, в соке, сразу весь. Вот это да. Вот тогда, я думал, лучше не бывает. Это потом появились лады, появились лесные красавицы из Франции. Это потом. Но для Сибири, учитывая, что тот же Красноярск, 500 грамм на север, извини за выражение, будете рады этому. Нет, ну да. Нет, ну да. А это по-женски, ответ по-женски. Личка, какие там еще, северянка, вот эти, да. Вот. А это все-таки 400-500 грамм на молодом дереве, это уже не шутки. Ну, что есть, то есть. Сибирский вариант. Очень обильный. Да, очень обильный. Знаешь, сколько ведер дает? Это слабый год. 130-40 ведер. Так, ну ладно, значит, чтобы еще показать. Там мы были, там мы видели, там мы были. Там мы видели. А, кстати, не все к конту масленица. Это тоже страдает. Страдает. А, как же без этого-то? Как же без этого-то? Сибирь. Вот. Это смоленский. Нет. Это смоленский. Это неудобно говорить. Это мне прислали как супер-шорт, если он невозможно. Смоленский несъедобный? Да, я его использую как, смотри внимательно. А, прививка. Как подвой использую. Ага. Вот. Она сама привит, она уссурийская груша, вон смотри внизу. Да. Вот. Вижу, вижу, вижу. А в нее, в крону я уже, вот это, прививал, использую теперь как подвой. Вот. А, нет, это не прививка. Вот она прививка. Вот прививка. Две пошли. Вот. Да, вот прививка. И обе живые. И обе живые. Но еще раз говорю, что это так уж получилось, что когда я окончательно... Мне со Смоленском одни плохие отзывы. Боднер утверждает, что он с Моленской грушей привил, плевался, так же, как я. Вот. А у нас странно это, да? Вот. А чтобы закончить этот разговор, подолгу брат говорит, не надо, потому что люди устают. Они еще короткие, конечно. Пойдем тогда в беседку сядем. Вот. Это она же. А это невкусная. Да, это она же. Вот это. Но здесь только одна скелетная ветка. А остальное это все съедобное. Ммм, очень вкусная. А, так это уже другая. А, нет, это она же, только после жаркого солнца она хотя бы приличная. Выбрось ее. Да, вот я ее съем. Ну, давай, давай. Я говорю себе рекислаще морковки. Нет, я бы пособирала таких соброшек. Пособирала бы. Вот, подними вот это. Тут понимаешь, в чем беда. Иван, куда мы дели брата? Вон он. Сейчас ты возьми, как она называется, стремянку. И ты увидишь, они еще зеленые, но очень вкусные. Вот эти вот груши со стремянки собирай. И еще, когда не дотянешься, потряси, пусть уж падают. Надо хоть увезти их сколько-то отсюда. Вот, тут такое было гостей. Я смотрел, молчал, когда они ведрами собирали. У меня только на этом дереве, в одессе фотографии, ведер 10 было. Я хотела рассказать про черемушки. А это касается... Нет, потом. Ну, гасите, потом расскажите. Нет, мне надо закончить разговор. На какой-то позитивной ноте. Ну, пройдем немножко. Так, а где же стремянка-то? Стремянка, знаешь где? По-моему, между вот этими вот двоих сараями. Вот какая вкусная. Съесть можно все. Это вместе с этими семечками. Это ту самую, которую я забраковал? Ну да. Ё-моё. Нет, мы, конечно, морковку-то разную пробовали. Ну, понятно. И морковка бывает разная. Вот так. Так, так, так. Жалко, что это. Ну, тот же принцип, смотри. Разве можно отрезать низы скелетные ветки? Конечно, нет. Самое интересное, смотри. Выше полутора метра ни одной яблони. Все яблоки тут. Вот. А приказано до метра все отрезать. Ну, я вам покажу тоже. Покажешь. Аномалию природную. Ты мне обещала фотографию, да? Да, да. Вот. А теперь смотри. Значит, чисто дикая усырецкая груша. Стамбова, видишь? Ой, я заговариваю. Вишня. Да? Смотри. Она же. Эх, не найдем ни одной ягодки. Как ты опоздала. И черешня, видишь? Да. Что интересно, прямое опыление, плоды на ней, как самое южное с Узбекистана и Украины. Ну, где бы тебе хоть один, ну, где же? Ох, как и птицы любят. У нас соревнования. Вот получилось как? Дикая, дикая, черешня. И вот этот дикай, укрупнились плоды в три раза. И листья даже видно, что... А, кстати, и листья, вот это вообще удивительно, да? Вот смотри, вот смел, а вон там очень крупные. Явный дюк. Явный дюк. А ведь садил-то я его, как это? Ну, да. Просто как Стамбово, для будущих прививок. Что получилось? Прививки умерли вот они. Черешневые, так? Вот. Листья изменились. Плюс влияние соседей. И результат. Мы имеем вегетативный дюк. Вот. Плюс химер. Мне так нравится прикалываться. Вот сейчас между нами уже... Ну, мы же с тобой все-таки не последние люди садоваться. Вот послушай сюда. Официальный ответ. Несколько... Получил от нескольких. Включаю после химера. Заканчивается, цитирует, 30-е годы. 20-го века. А ничего посвежая-то нету? Для цитирования. А у них откуда? И что это? Вегетативная гибридизация, это уже наука, да? Тут же соседняя статья. А деваться некуда. Все-таки... А, в месте прививки получается смесь генов... Компот. Смесь генов подвоя и привоя. Так? А чтобы не признавать вегетативную гибридизацию, назвали это химерами. А моим химерам 10, 20, 30 лет. Нормально? Ай, что еще показать-то? Вам еще груши можно... Ну, пойдем еще грушим. Знаешь, почему я так говорю с короговоркой? Да мне поговорить-то не с кем. У меня был приятель на риске. Хороший парень. Вот. У него была жена... Жена, теща и три дочки. Он придет ко мне, говорит, налей рюмку. Я наливаю. Константинович, ну кому пожаловаться? У меня дома пять женщин, а поговорить не с кем. А в садоводстве, наверное, так же. Друзья-то поумирали? Да. Так что теперь ты их заменяешь. Собрала? Собрала? Не, вы потом проверите. Я проверять не буду, держи. Да не, потом... Держи! А, ведра нет. Еще есть работа? Не, у нее нету, сейчас, погоди. Да, может, уже ладно, заканчиваем. Так, разговор заканчиваем. Пойдем теперь добывать ведро. Так. Можно просто меня спорить. Кстати, это память Яковлева, но измельчала в три раза. Измельчала в три раза. Продолжение следует... КОНЕЦ! КОНЕЦ! КОНЕЦ!